Спорт-объекты в Красноярске и после универсиады продолжат появляться. Это ответ главы города Сергея Юрьевна критикам. Мэр сегодня отправился на новенький объект, площадку, которую много лет ждали десятки жителей Правобережья. Мой коллега Давид Абаджан был на открытии. Давид, рассказывай, ты уже опробовал спорт-площадку? Да, Настя, добрый вечер. Опробовал и более того, продолжаю это дальше делать. Здесь был официальный праздник, праздник спорта, он все еще продолжается. Посмотрите, детвора уже собралась, мячи, ворота, в общем, все как надо. Вы скажете, вроде обычная такая спортивная площадка, но на самом деле это совсем не так. Во-первых, потому что ее возводили вообще в какие-то рекордные сроки. Ну, насколько я знаю, меньше месяца понадобилось, чтобы ее возвести. Во-вторых, вот представьте, месяц назад вместо этой площадки был какой-то буквально пустырь. И вот посмотрите на этих детей, они первый раз, можно сказать, здесь видят что-то спортивное, бегают. Вот, ребят, привет, иди сюда, иди, подходи. Как тебе такая площадка? Да, нормально, круто. Круто? Вот до этого ты в футбол где играл? На шестом литей. Это далеко? Нет. Ну, тем не менее, ты рад такой площадке или нет все-таки? Да, рад. Вот, а дети здесь бегают и уже играют, но до этого был здесь турнир, на котором присутствовал глава города Сергей Еремин. Он уже не первый раз сюда приезжает. И вот с официальными лицами они приехали на открытие и даже провели мини-турнир. Сыграли против детской команды. Вот я сам сыграл даже в команде Сергея Еремина. Ну и все закончилось такой боевой ничьей. Ну вот, я думаю, эти кадры вы сейчас видите. Да, мы продолжаем. Действительно, это уникальный такой, уникальная спортплощадка для правого берега. На Павлова здесь сразу несколько, 5-6 домов, которые, ну, без таких каких-либо детских даже, можно сказать, площадок. Вот если сейчас мой оператор показывает, все, что вы видите сейчас, это появилось только в течение месяца. До этого здесь был пустырь и мусор. И вот таким жестом просто, я думаю, власти хотели сделать, дать понять горожанам, что, в принципе, после универсиады спорт в городе не заканчивается. Спортобъекты, они возводятся. И это все, спортивная инфраструктура развивается. И, ну, конечно, упор будет уже делаться не на такие большие спортобъекты, а вот во дворах, например. И чему, я думаю, простые горожане еще больше рады. Добавлю еще, что сейчас на Правобережье активно строятся те самые спортплощадки. Также водный спортивный центр у нас функционирует. Ну, и новые площадки для борцов также возводятся в центре города. На этом у меня все. Я продолжаю здесь немного еще играть. Настя, тебе слово. Ну, что ж, спорт форева.